Планируя покупку квартиры, мало кто задумывается, что вместе с местом жительства получают в распоряжение еще и общее имущество многоквартирного дома. Более того, даже те, кто живет в многоэтажке, порой не знает, что это такое, кто несет за него ответственность и как можно им распоряжаться. Если говорить коротко, общедомовое имущество – это помещение дома, на использование которым имеют право все жители. Подвал, чердак, лестничные площадки, различное оборудование. По закону, доля такого имущества для каждого собственника рассчитывается по площади квартиры. Чем больше жилье, тем больше общего имущества принадлежит его владельцу. Но у такого владения есть небольшой минус – сумма оплаты коммунальных услуг также будет расти. Мы возьмем типовой перечень. У нас большинство многоквартирных домов находятся под управлением управляющей компанией. При заключении договора с управляющей компанией, собственники знакомятся с калькуляцией. Они могут менять калькуляцию, они могут дополнить вид работ, который должна выполнять управляющая компания, обязана совершать управляющая компания. И в калькуляции установлена четкая сумма. Плата, которую должны совершать собственники жилых помещений. То есть там только конкретные цифры, нет ничего такого текущего, что могло бы как-то поменяться. Эти деньги переводятся на счет управляющей компании, которая и отвечает за его содержание. УК должна обеспечивать чистоту лестничных клеток и подъездов, придомовать территорию, поддерживать работоспособность оборудования, следить за освещением и соблюдением санитарно-технических норм. При возникновении каких-либо проблем, например, поломки лифта, обращаться необходимо именно к представителям компании. Жильцы домов могут создать и ТСЖ, в обязанность которого также входит введение поддержания порядка в многоквартирном доме. В этом случае размер платежей и порядок управления общими финансами устанавливается инициативной группой. Но все обязанности, перечисленные для управляющей компании, сохраняются и для ТСЖ. Мы знаем, что земельные участки должны быть отражены в кадастре. Если в случае отсутствия данных о принадлежании земельного участка к муниципалитету, либо к многоквартирному дому, в принципе, у нас практика показывает, что многоквартирный дом выдвигает одного жителя, который защищает их интересы, если понадобится, то в судебном порядке, либо в органах. Власти участвуют для получения, для межевания земельного участка. При наличии межевания жители многоквартирного дома, конечно же, должны в надлежащем состоянии содержать данный земельный участок. При наличии управляющая компания, управляющая компания, в свою очередь, должна проводить уборку. У них есть специальный сотрудник, который должен это все чистить, убирать. Не должно быть мусора, конечно же, по мере накопления. Озеленение, в принципе, происходит по желанию самих собственников жилых помещений. Любая малоархитектурная форма, если она сломается, кто должен ее ремонтировать, кто должен за это отвечать? Ну, если это находится на территории квартирного дома, является собственностью собственников жилых помещений, конечно же, если управляющая компания, то управляющая компания несет за это ответственность. В любом случае, собственники жилых помещений, никто, кроме собственников, не должен содержать это имущество, потому что имущество является имуществом только собственников, ни третьих, ни вторых лиц. Только собственники несут ответственность за его содержание. У нас закон предусматривает определенный порядок действий управляющей компании при отсутствии поступления оплаты от собственников жилых помещений. Они могут обратиться в суд, они должны составить исковое обращение о взыскании образовавшейся задолженности. Но факт неуплата собственникам не дает основания для управляющей компании для отказа выполнения обязательных для нее видов работ. В любом случае управляющая компания обязана выполнять все работы, которые указаны в договоре. Но это и не дает управляющей компании основания в одностороннем порядке отказаться от управления на квартирном доме. Жители общим собранием могут отказаться от управления той либо иной управляющей компанией, если жители не будут довольны деятельностью управляющей организации. Но управляющая организация, у нас закон в данном случае действует в защиту собственников жилых помещений, жильцов. Поэтому управляющая компания в одностороннем порядке не имеет права отказаться от дома. Но как показывает практика, далеко не каждая управляющая компания готова выполнять все свои обязательства. Тогда решением проблемы могут заняться государственные ведомства, например, госжилнадзор или местное управление ЖКХ. Но только в том случае, если жильцы сами к ним обратятся. Иначе о текущих проблемах они могут просто не узнать. При отсутствии надлежащего содержания, собственники многоквартирных домов могут обратиться в управление жилищного надзора для приведения в соответствие. Одним из подобных случаев было обращение по содержанию общедомового имущества, это подъезд многоквартирного дома, который расположен по адресу, по которому мы с вами сейчас выехали, по вопросу отсутствия ремонта в подъезде. Мы, в принципе, с вами можем увидеть, насколько управлением было выдано предписание, на основании которого были проведены работы управляющей компанией «Мегаполис» для приведения соответствия с предусмотренными нормами, про постановление правительства Российской Федерации. То есть вот мы с вами можем наглядно увидеть, каким способом у нас, к чему наше предписание, каких результатов достигли наше предписание. Была проведена проверка исполнения предписания. То есть на сегодняшний день можно сказать, что подъезд находится в надлежащем состоянии. Несмотря на то, что частично общее имущество принадлежит каждому собственнику, они не могут самовольно им распоряжаться. Поэтому и ответственность за его сохранность несут сами жильцы. Нельзя без получения согласия соседей проводить работы, которые могут навредить общему имуществу. Например, устанавливая перед выездом во двор шлагбаум, необходимо сначала получить согласие всех жильцов и зафиксировать его, а уже потом приступать к установке. Но важно помнить, что управляющая компания не обязана ремонтировать или следить за исправностью шлагбаума, если при заключении договора обслуживания шлагбаум не был установлен. Шлагбаумы на сегодняшний день являются актуальной темой. Вначале, наверное, самым главным моментом, перед тем, как говорить о том, как можно их установить, я думаю, что нужно сказать порядок действий, которые должны совершить собственники квартирного дома, общедомового имущества. Вначале они должны собрать общее собрание собственников жилых помещений. Более двух треть голосов должны решить, быть за то, чтобы был установлен шлагбаум. На основании протокола общего собрания собственников жилых помещений принимается решение об установлении и выходит на этап второй план. Для того, чтобы построить шлагбаум, необходимо согласовать с муниципалитетом правомерность установления подобного сооружения, потому что у нас есть нормативные акты, которые прямо запрещают установление каких-либо ограждений, которые препятствуют проезжей части, потому что это действует против пожарной безопасности и безопасности дорожного движения. То есть помимо администрации необходимо взять согласие о ГАИ, и также необходимо о пожарной безопасности взять их согласие на установление, потому что закон предусматривает определенный порядок движения даже в дворовых территориях. Также необходимо установить тот момент, что собственники должны обладать кадастровой, то есть у них должна быть выписка из реестра кадастровой о том, что данная земля находится на территории их собственности. Без данной выписки, конечно же, проведение каких-либо работ будет незаконным. Также, думаю, необходимо еще раз напомнить собственникам жилых помещений при возникновении решения о том, чтобы установить шлагбаум, они должны помнить, при несоблюдении данных мероприятий, определенного алгоритма действий, при возникновении какой-либо опасной пожарной ситуации, машина просто может снести данное ограждение, и за это никакой материальной ответственности они не будут нести, потому что это было устроено по непредусмотренным законам нормам. И, соответственно, они также могут подать на собственников жилых помещений в суд за порчу госимущества, потому что данное сооружение не имело места там находиться вообще по сути. То есть это очень важно. Необходимо соблюдать вот этот перечень, который только что я сказала. Следует отметить тот момент, что шлагбаумы, данные награждения, они не являются общедомовым имуществом в плане того, что в перечень обязательных работ не входит управляющая компания, когда принимает этот квартирный дом, вообще теоретически, я ставлю ТСЖ, управляющая компания при принятии квартирного дома, если у них в договоре не прописано обслуживание шлагбаумов, то управляющая компания не будет их обслуживать, потому что это не входит в калькуляцию. Этот момент нужно отдельно вывести в рамках договора, который заключается между управляющей компанией и собственниками жилых помещений, непосредственно содержание шлагбаумов, либо иных имуществ, которые относятся к квартирному дому, не предусмотренных в перечне обязательных работ, которые должна выполнять управляющая компания. Каждый собственник должен помнить о том, что он имеет полное право пользоваться общим имуществом, лестницей, лифтом, общедомовой ТВ-антенной и так далее. Если ваши права нарушаются, это повод для разбирательства. Также собственник не может продать или сдать в аренду свою долю общего имущества. Он обязан заботиться о принадлежащем ему имуществе и содержать его в должном состоянии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова